Для начала, пожалуйста, представьтесь, имя, фамилия? Островская Светлана Анатольевна. Светлана Анатольевна, расскажите, пожалуйста, весной чаще всего люди мучаются аллергией. Есть ли какие-то заменители, которые могут помочь людям? Так как аллергия — это сверхчувствительное действие организма на повторное действие аллергена, то всё, что мы можем сделать, — это убрать аллерген. То есть, если цветёт тополь, мы ничего не можем сделать, потому что тополь или надо срезать, или где-то уединиться, где нет нашего аллергена. Мы можем только действовать на нашу аллергию медикаментозно с помощью медицинских препаратов. Аллергия — это очень неприятное заболевание для человека, потому что отёки у людей появляются, насморок, кашель, чихание, глаза текут. Поэтому мы применяем местные препараты, которые убирают вот эти все признаки. То есть капли в нос, капли в глаза, таблетки, которые принимаются один раз в сутки. Сейчас много препаратов, которые принимаются один раз в сутки, не дают сонливости. Вот так вот люди как бы спасаются от аллергии, которая сезонная. Если это аллергия хроническая, тогда это уже всё лечит врач. То есть он исследует, аллергены исследуются, исследуются на что аллергия. И назначается специальное лечение, которое уже как бы убирает аллергии. А вот вы замечали, есть ли у вас такая статистика, вот именно весной или осенью? Весной очень много, да. Очень много людей, как бы страдающих от этого заболевания. Можно даже сказать и третья часть. Потому что в Одессе очень много тополя, который цветёт, и ещё с помощью ветра это всё разносится. Оно и в квартире, и в помещениях, везде. То есть люди очень-очень страдают от этого. Хорошо, теперь второй вопрос по поводу витамина С. Как его употреблять, с чем его желательно, что для усвояемости, и что его может заменить? Да, витамин С это очень хороший витамин, так как он, это сильный антиоксидант для нас. То есть он сейчас и используется и в предраковых, как бы, профилактика предраковых заболеваний, и профилактика простудных заболеваний. Он также ещё сильный иммуностимулирующий эффект даёт. То есть если человек заболевает простудными заболеваниями, желательно усилить больше приём дозировки витамина С. Наш организм может принять в день 2-3 грамма витамина С. А всё остальное просто выводится с почками в неизменённом состоянии. И ещё витамин С это водорастворимый витамин. То есть он не задерживается долго в организме и выводится. Поэтому он должен постоянно поступать в организм извне. Ну, это понятно. Мы приобретаем в аптеке что-то с витамином С. Но лучше, конечно, принимать это с натуральными продуктами. То есть сюда относятся шиповник, чёрная смородина, цитрусовый, естественно. Капусти он содержится. Ну, если кто-то сильно хочет только на таких пищевых продуктах витаминизироваться, тогда он открывает интернет и смотрит. В нашем мире сейчас всё доступно. И как бы... Ну, лучше кушать это всё в натуральном виде. Но витамин С, он при воздействии тепла, он разрушается. И получается, лучше кушать всё, как бы, ну, все там яблоки, да, натуральные продукты, всё в сыром виде. Вроде всё. Спасибо. Спасибо, Ваня.